Новое видео выходит каждый день в 20.00 Перед началом данного видеоролика я бы хотел сказать, что к Вакенкору я питаю только такие, знаете ли, плотские желания, плотские утехи. Мне всегда казалось, что Вакенкор это Аполлон на уровне где-то Данила Геррера по красоте. У него такое, знаете ли, приятное детское личико, такого уже, знаете, взрослого, целеустремленного мужчины. Такие вот эти, знаете ли, рыжий волос, длинная шея, вот. Но, несмотря на все это, как бы отменять тот факт, что Вакенкор никому не нужен, я не могу. Саня, Сашенька, Санек, извини, пожалуйста, но к моему большому сожалению, наверное, к твоему большому сожалению, придется мне сделать данный видеоролик, сказав, что Вакенкор никому не нужный. Сразу хочу предупредить Вак, да, мне очень больно это делать, я бы сразу хотел сказать, что в данном топе, как бы в данной рубрике, в данном плейлисте априори состою я, потому что я тоже никому не нужный, у меня тоже просмотры достаточно маленькие, что я там, самый популярный ролик, сколько у меня там, 25 тысяч просмотров, там, ну, хуйня полная, в общем, поэтому, как бы, я уровня Вакенкора не добился, но, тем не менее, Вакенкор все равно стал никому не нужным. И, как бы, я-то был никому не нужным, а Вакенкор в какой-то период времени, то есть, был кому-то нужен, а сейчас он, как бы, опять, ну, абсолютно точно никому не нужен. Вполне возможно, что в каком-нибудь будущем времени Вакенкор, как бы, поднимется, начнет делать какие-то нормальные видеоролики, а не те ролики, где он кидает снюс, или, там, пацанов кидает, или, там, школьников на ответы ОГЭ кидает, да, то есть, нет, ни в коем случае мы про это ничего такого подобного говорить не будем, и, вот, всего-всего прочего, как бы, потому что, ну, я не вижу в этом особого смысла, да, вот, тем более, что Вакенкор, он мне, как реально, вот, как брат, я ему, помню, писал в ЛС ВКонтакте, там, Саша, Саня, Санек, Сережа, я тебе говорю, что я тебя люблю, не слушай никого, ты царь, и он мне говорит, извини, Дань, но мне больше нравятся какие-то другие люди, Санти, Асало, вот, он мне так и писал в переписке ВКонтакте, можете лично ему написать, можете лично у него спросить, и тогда, ну, в общем, ладно, давайте уже перейдем непосредственно к тому видеоролику. Вакенкор, это тот человек, который, вот, ты просто смотришь на него и думаешь, блядь, вот, откуда он вообще взялся, кто это, блядь, такой, чем он знаменит, и так далее. В общем-то, Вакенкор начинал со всяких сборок, со всяких модов, там, всего прочего у него было навалом, и многое другое, и вот эти ролики у него поначалу, вот, если отсортировать там ролики по самым старым, то, ну, они собирали не особо большое количество просмотров, но, тем не менее, просмотры хоть какие-то, но они собирали, это уже неплохо, как бы, Саша Ван Лав, я бы сразу хотел извиниться за то, что я тут скажу, вполне возможно, что я неоднократно в данном видеоролике погоню бесу, позволю себе очень много лишних, если захочешь как-то встретиться, как-то там поговорить, перетереть, обсудить всё на языке боли, то пиши, звони, как бы, отвечу перед тобой здоровьем за свой вот этот вот кривой базар, и за все прочие вот эти вот, знаете ли, вещи перед Вакенкором, серьёзно, то есть мне очень больно делать этот видеоролик, потому что Вакенкор, это действительно Ван Лав, тот человек, который, в самом деле, вот, как бы, поднимал мне настроение ежедневно, регулярно, я вот смотрел то, как он закидывает снюс и понимал, господи, блядь, да этот человек, он просто, он охуитель, он охуенный, блядь, Вакенкор красавчик, вот прям реально, чё делает, и вот много-много другу, так вот, а если отсортировать его канал по популярным видеороликам, то там будут всяческие гайды, всяческая прочая залупа, потому что я расскажу, почему я считаю, что всяческие гайды, это залупа и так далее, дело в том, что у моего одного из самых лучших друзей Данила Герреры, как бы, самых лучших друзей на Ютубе Данила Герреры, тоже есть гайды, и вот, как я понял по результатам моего друга Данила Герреры, на гайдах несложно набрать просмотры, то есть, чтобы вы понимали, на гайдах просмотры наберёт каждый обезьяна, потому что людям, тем более самповским людям, которые не умеют как-то по-другому решать свои проблемы, поэтому, ну, понимаете ли, гайды, они нужны всем, тем более самперам, тем более каким-нибудь там неопытным сампером в каких-нибудь темах, поэтому у него там ролики заходят по типу того, там где скачать, как установить GTA, там еще какие-то вещи, еще какие-то вещи, непонятно, зачем эти видеоролики нужны для нормальных людей, не для каких-то там петухов и всех прочих людей. Так вот, на чем я остановился, VAC Encore делал всяческие там, знаете ли, сборки, там FPS ап и все какие-то там, знаете ли, прочие вещи, сейчас он перешел на какой-то самповский андроид, там на андроиде какие-то видеоролики снимает, не знаю зачем, не знаю для кого, не знаю нахуя, но видимо человеку нравится, да, мы что его осуждать за это будем или еще что-то будем делать, нет, ни в коем случае, но вот понимаете ли в чем дело, просто вот такой вот контраст, где скачать и как установить чистую GTA, там 87 тысяч просмотров, потом у нас идет, я не знаю, какая-нибудь сборка, 14 тысяч просмотров, потом дуэль с Денказором, как бы понимаете, вот эти вот два человека, просто VAC Encore, Денказор, Денказор мой брат, VAC Encore это моя старая школьная любовь, вот они то и сразились и по итогу набрали за один месяц 4 тысячи просмотров, это все равно больше, чем последний сам по обзору набрал, но тем не менее у VAC Encore это сколько подписчиков? 50 тысяч, а сколько у меня подписчиков? Как бы 1210 на данный момент, я не знаю сколько будет завтра, сколько будет послезавтра и после всех-всех-всех вот этих вот манипуляций и так далее, что я могу сказать касательно VAC Encore? Безусловно, жалко, что VAC Encore опустился до вот такого вот всякого уровня, до уровня каких-то там, я не знаю, летсплейщиков, Барона Геймкаронаса, прочих людей, ну, ну, ладно, ну, я даже не могу сказать, ладно, я не могу просто махнуть рукой, то есть я вижу как, понимаете, это все равно, что видите, вот как твой друг, он просто оступается на каждом шагу, он уже летит в пропасть, ты тянешь ему руку, говоришь, братишка, на, держи, блять, пожалуйста, возьми за руку и сделай, просто поднимись, просто доверись мне, я тебя подниму, но он говорит, нет, я тебе не верю, Задан Семен, я просто тебе не верю, он, понимаете, он проигнорил мою любовь, проигнорил все мои какие-то предложения, то есть все он это задоджил, можно так сказать, и я просто, я не знаю, вот как общаться с этим человеком, как дальше проводить какие-то любовные монологи, все прочие вещи, да, то есть, придется, видимо, окончательно переключиться вот только на Даниила Герёвова и только вот, как-то за Даниилом Герерой ухаживать, так вот, я все время, блять, отвлекаюсь, потому что я постоянно хочу оправдаться перед Вако Инкорой, то есть он будет по-любому говорить, что вот, Данил, ты мне такое писал в ЛС ВКонтакте, я сейчас такой нож в спину, реально, Вако, извини, погнал бесу, ну че подделать, да, че подделать, вот, и, соответственно, Вако Инкору набирал свои просмотры, там, на каких-нибудь сборках, на каких-нибудь, там, знаете ли, ответах УГ, то есть чисто канал использовался как какой-то помощник, то есть такие каналы можно называть чисто какие-то помощники, где люди просто делают какие-то гайды, эти гайды, там, другие люди смотрят и такие, типа, да, классно, годно, но по итогу никакого толка-то нет, просто люди подписываются и висят потом на этом самом канале каким-то мертвым грузом, непонятно, что с этим делать, непонятно вообще, как это все использовать, и вот просто мы потом видим то, что у человека, допустим, там, я не знаю, 50 тысяч подписчиков, да, а активность просто какая-то, блять, нулевая буквально, я не знаю, там, на стримах сидит, там, по 18-20 человек, на роликах, там, по 2, там, по 5 тысяч просмотров на каких-то обычных видеороликах, да, вполне возможно, все это, так сказать, слить на то, что сейчас осень, сейчас достаточно мало школьников, которые бы могли нормально насладиться роликами от Вакки Инкора, но мы все это прекрасно понимаем, то есть я это чувствую на себе, вот у меня было, там, допустим, 150 просмотров, достало там 100, а на некоторых роликах бывает 200 просмотров, я не знаю, видимо, у меня какие-то люди не школьники, там, да, не ходят на работу, чисто какие-то нефтяные магнаты, миллиардеры сидят дома и вот все это делают, так вот, что я могу сказать по итогу, канал Вакки Инкора был создан в 3 августа 2016 года, то есть в 2016 году, и вот за это время, за это небольшое время, там, ну сколько, 4 года плюс-минус прошло, это я уже так условно округляю, потому что скоро Новый Год, там, до него осталось вообще по хуйне, не знаю, успею ли я сделать сам по обзору, но это и не имеет особого значения, чтобы вы знали, так вот, что я могу сказать, Ой, Вакки Инкор это канал по таким ли, знаете, туториалам, где люди заходят, там, чему-то научиться, что-то там поделать и так далее, нельзя сказать, что это плохо, вполне возможно, что Вакки Инкор после всех вот тех гайдов, после вот этих, вот знаете, где скачать, как установить чистую GTA San Andreas и так далее, вполне возможно, что он попадет в какой-нибудь Самповский рай, куда попадают люди, которые не грешили по-самповски, да, То есть, если вы грешили по-самповски, то вы не попадете в Самповский рай, если не грешили по-самповски, то все у вас будет нормально, все у вас будет заебись, там, чтобы там всякие телки перед вами свои щели раскрывали шиворот на выворот, блять, чтобы вы кончали прям там с иллюминатора, чтобы в своем познании настолько преисполнялись, чтобы вот, блять, просто там, я не знаю, в каких-то дичайших подробностях все это было дичайше и по красоте, чтобы вы вот все это понимали Однако, Вакуэнкора, безусловно, жалко Потому что, казалось бы, такой вот приятный, молодой, рыженький мальчик Да, из какого-нибудь там города, допустим, скажем, Самара там или Воронеж Да, я, конечно, точно не знаю откуда Возможно, из Москвы, возможно, там, из еще каких-то городов Это не имеет особого значения Потому что Вакуэнкор, тем не менее, никому не нужен Никому не нужен на GTA Самп Ютубе Вполне возможно, его там мама не любит Возможно, папа, возможно, его все любят Вот просто на GTA Самп Ютубе он не нужен Мы это до конца узнать не сможем Потому что мы не являемся родственниками Вакуэнкора И вполне возможно, что, ну, к счастью К счастью, хотя я бы вот хотел продниться с Вакойэнкорой Вако, если как-то обидишься на мой вот этот вот видеоролик Где я назвал, тебя никому не нужен Ну, в самом деле, вот Вако, ну, оцени вот продуктивно Напиши в комментариях, возможно, 50 тысяч подписчиков И вот 2 тысячи просмотров Это нормально или нет? Ну, вот просто вот напиши И мы вот посмотрим, скажем Разузнаем вообще, кто, как и где вообще Вот, то есть, соснюся, болевать, нормально, ненормально Мы все это посмотрим Все это обсудим И по итогу мы вот придем к какому-то одному выводу К какому-то общему знаменателю И после всего этого Все у нас будет у всех хорошо У меня с Данилом Герреры У тебя с какими-нибудь там Санти, его мать, с осалами И со всеми прочими людьми В общем-то, я думаю, что На этом видеоролик уже мой Вот этот вот весь Можно и закончить Либо не заканчивать Я не знаю Всем спасибо за просмотр данного видеоролика В АК Энкор никому не нужный Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА